Да, и знаете, слагаются очень прекрасные песни в честь Пречистой Божьей Матери, которые исполняют прекрасные певицы и певцы о наших матерях. Везде звучит повсюду, с любовью, с любовью песни и слова. Дорогие мои, но какова же наша Мать Пречистая Божья Матерь, которая над всеми Матерьми, Матерьми, Мать Пречистая Божья Дела Мария, посредница нашего спасения. И, конечно же, ей прежде всего, после Господа нашего Иисуса Христа, после Святой Троицы, прежде всего, ей возносим мы благодарение. Она наша спасение, посредница. Дорогие мои, Господь призвал нас к вечной жизни. Господь даровал нам свой образ. Мы стали родными Господу по образу. Ведь каждый из нас несет в себе образ. Правда, говорят, вот ты какой образина. То есть, у тебя погас грехами своими, так сказать, замарал образ Божий. И потому нет в тебе образа Божий, когда ты совершаешь какие-то великие проступки. Поэтому мы так говорим. Но Господь даровал нам образ свой, братья. Мы родственники Ему, вот в этом отношении. Он из праха нашего извоял, как архитектор, как скульптор, извоял наши тела. Наши тела из праха земного. То есть, то, что мы там в школах изучали, аж таблица Менделеева, но она вся не полная еще таблица. То есть, из материи создал нас Господь. Но вдунул дыхание жизни и даровал нам свой образ. Образ Божий заключается в разуме, в чувствах, в свободной воле. И призвал нас, братья, бесконечному совершенствованию, чтобы мы постепенно приближались к Богу. Входили в Его жизни, черпали от Него любовь, добро, милосердие, правду. Питались бы Его благодатью. Как сказал нам Серафим Саровский. Сущность нашей жизни, христианской суть, это стяжание благодати Божией. Это уже мы в греховном состоянии, но все равно стяжание благодати Господь не отнял. А тогда еще до грехопадения, братья, подымался бы, совершенствовался бы человек, да и уподоблялся бы Богу. Что это значит? А это значит, если бы мы любили Адам, Бога, всем сердцем, наши прародители, всем сердцем, своим всей душой, дорогие мои, Бог давал бы еще больше и больше благодати. А благодать это сила Божия. Это сам Господь, братья, в этой благодати. И человек бы обоживался, одухотворялся бы и совершенствовался бы, и все больше и больше подымался бы по ступеням духовным. Это нам, если мы живем недуховно, если наши сердца каменистые, деревянистые, мы это понять не сможем. Что значит? Что значит возвышаться и в любви Божией растворяться, дорогие мои? Ну, не окончательно, конечно, растворяться. Дорогие мои, когда мы живем духовно, и если кому-нибудь в жизни, а я верю, что всем, это мне недостойному, голубок, крылышко голубка, белого, Духа Святаго, коснулось сердца нашего, так что слезы полились, так что сердце наше таяло, как воск от огня, дорогие мои, в любви к Богу, при чистой Божьей Матери. Вот если мы это чувствуем в жизни, хоть один раз почувствовали, то это понятно, что значит совершенствоваться, это значит все больше и больше входить в общение к Богу. Бог есть абсолютная жизнь, Он источник всякого, источник жизни, бытия. А мы из праха, из ничего. Но чем больше приобщаемся к этому источнику жизни, тем больше мы питаемся Богом, братья, тем больше мы становимся богоподобными. Бог абсолютной любовь, и мы любящие. Бог абсолютное добро, и мы должны быть добрыми. Бог абсолютная правда, и мы должны быть правдивыми. Бог абсолютной милосердии, и мы. Вот оно, вот что значит уподобляться Ему. Но вы знаете, что на заре человеческой истории человек не выдержал этого испытания и предпочел свою волю, воли Божией. Он отверг любовь божественную, отвернулся от Него, и пошел в эту историю, в которой мы сейчас живем, в эту историю времени и пространства. Друзья мои, и все дальше уходил он в страну бездуховности и смерти. Уходил от Бога, от источника жизни. Ему надлежало умереть вечной смертью. Но, дорогие мои, там вечная смерть не значит, что это небытие. Что это небытие. Это уход от Бога, братья дорогие. От любви Его, от жизни. И мы стали умирать. Но Бог любит нас, братья, больше, чем мы себя любим. Мы ведь питаем страсти. У каждого из нас, да у меня их. У каждого из нас страсти. Но возьмите питье, алкоголизм, наркомания. Чем больше мы питаем, тем больше они нас убивают. Эти страсти. Мы самоубийцы, дорогие мои. А Господь хочет нас. Он создал для вечной любви нас. Он любит нас, Он хочет нас. И знаете, Он как любит нас? Если так возлюбил Бог мир, сам Господь говорит, и Никодиму в беседе. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного на крест, на страдания, на пролитие крови. Чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Вот она, Голгофа. Вот она, любовь божественная, распятая за нас. Но как она пришла? Как эта любовь пришла в этот мир греховный? Дорогие мои, Господь решил, и это благая Его воля, спасти нас через Боговоплощение. Через пришествие в мир Бога и принятие на себя плоти нашей, нашей природы принятия. Вот через это Он решил. Почему так? Мы не знаем это. Это в премудрости Божьей. И вот план, план спасения нашего через всю историю Ветхого Завета. В начале, когда изгоняет Господь Адама и Еву, Он говорит, что семя жены сотрет главу змея. Да, семя жены. Не семя мужа, а семя жены. Бессеменно зачатый Христос придет. И вот через все века человечество сознательно или бессознательно ждало это семьи жены. Жену, которая родит Спасителя мира. Вот мы и празднуем сегодня день рождения. Наконец-то через все века пришло это радостное весть. Рождество при чистой Божьей Матери. Но как оно пришло? Пришло, дорогие мои, оно постепенно раскрывалось в умах и душах людей. Постепенно в образах, в пророчествах раскрывалось образ при чистой Божьей Матери. Вот уже мы видим во время Великого Потопа спасение через корабль, друзья мои, образ Божьей Матери. И вот она, при чистой Божьей Матери, видится нам в лестнице Иакова. Помните, да, не будем сейчас подробно говорить об этом. Вот через Черное море евреи уходят из плена и переходят чудесным образом через Красное море. И в этом образ при чистой Божьей Матери. Вот евреи собирают манну в сосуд, в сосуд, который потом поставят в корчег. Сосуд – это образ при чистой Божьей Матери, в котором тело, манна – это тело Христового. Вот Моисей, вот прославленный жезл Аарона, братья, который был сухой-сухой, жезл, палка. Но потом он расцвел, друзья, и дал плоды, даже миндалевые орехи. Вот образ при чистой Божьей Матери. От бессемени, от безмужа, которая родила, родила спасителя мира. Вот Руно Гедеонова – тоже образ Божьей Матери в нем мы видим. Друзья мои, и вот, наконец, с тайной при святой Богородице, которая готовилась весь Ветхий Завет, сбрасывает покрывало пророк Исаия. За восемь веков, он говорит так, друзья, за восемь веков до Рождества Христова. Все демова чреви примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, еже есть сказаемый с нами Бог за восемь веков пророк Исаия. И вот, наконец, наступило это время, братья, это радостный день, этот день радостный рождению, мир, этого благоговея, этого прекрасного цветка, который вырос здесь, на грешной земле. И мы его подарили Богу, эту лилию прекрасную, пречистую Божью Матерь. Что мы могли подарить, так это пречистую Божью Матерь. А то все грехи да грехи. Дорогие мои, и сегодня мы празднуем ее рождение от неплодовья. Ведь и Аким и Захария, и Аким и Анна, простите, они же были бесплодны. И это очень интересно, друзья, и очень знаменательно. Бесплодны и Аким, и Анна. Уже естество не может ничего делать. Да, и весь Ветхий Завет в грехах и тоже не может принести плода. Только если не Господь. Люди сами собой не могли это сделать. Естество, все, пронизано грехом. И вот и Аким и Анна, они молятся, дорогие мои, от всего Ветхого Завета. И вот рождается плод. Ну как плод? Пречистая Божья Матерь. Но это ведь промыслом Божьим. Это вмешательством Бога. Если бы не Он, то погибнуть нам на все, на вечность, дорогие мои. И вот Ветхий Завет как бы рождает весь, вот в лице Захарии, в лице Иоакима и Анны, рождает Пречистую Божью Матерь. От Господа это, дорогие мои, это чудесным образом. И они в старости своей обрели радость. И мы, и весь Ветхий Завет, братья, в старости своей обрел радость. Ожидание Мессии исполнилось. Вот скоро уже она войдет в храм, да, войдет в храм Соломонов. Потом, друзья мои, ей будет благовещение от Гавриила Архимангела, простите меня. Архангела Гавриила будет благовещение. И это очень знаменательное, друзья мои. Очень знаменательное, очень глубокое по смыслу. Он является ей и говорит, радуйся, благодатная, Господь с тобою. Благословенно ты в женах. И благословен плод чрева твоего. А она смутилась и говорит, что об это значило. И тогда, видя смущение, он говорит, не бойся, Мария. Ты ныне во чреве приимешь и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик, и сыном Всевышнего наречется, и даст ему Господь Бог, престол царя Давида. И будет он царствовать над домом Якова, и царство его не будет конца. Дорогие мои, вот, вот кого мы прославляем сегодня. Она, ей благовещение, благая весть. Это самый, как бы, счастливый день во всей истории Ветхого Завета, который ждал, ждал и ждал Мессию. И вот оно, благовещение. Ты в очреве родишь, приимешь и родишь. Но как это может быть, когда я мужа не знаю? Это же невозможно, это неестественно, да. И тогда Гавриил говорит, Дух Святой найдет на тебя. Он уже тебя позлатил, он уже тебя очистил, друзья, Пречистую Божию Матерь. Она избранница Божия, она подготовлена веками. Теперь Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Тем же рождаемость свято наречется Сыном Божиим. Вот, братья, кого мы сегодня прославляем Пречистую Деву Марию. Пречистая Дева Мария, друзья мои, она, о ней мало сказано в Евангелии, но она нам оставила после смерти своей, оставила только после успения, конечно. Она вознесла на небо и предстоит, и здесь с нами мы верим, друзья. Она оставила нам заветы. Какие? Помните, когда определенные такие были моменты в жизни ее, когда вахвы пришли, затем и другие моменты в истории, когда она сладала в сердце своем вот эту тайну воплощения Сына Божия. Да, и в Кане Галилейской, помните, когда не было вина уже на этой свадьбе, она подошла к слугам и сказала, «Все, что Он скажет вам, сделайте». Друзья мои, вот эти слова, это нам заповедь от Пречистой Божьей Матери. Все Божественное наслагало в сердце свое, и мы должны все святое и Божественное слагать в сердце. Для чего? А чтобы, что Он скажет, воля Божьей, что будь, мы должны исполнить. Все, что Он вам скажет, вы сделайте, и вода превратилась в вино. Вот, братья дорогие мои, и нам тоже по воле Божьей надо жить, как Пречистая Божья Матерь нам завещала. Рождество ее принесло радость Иоакиму Иоанне. И, конечно же, не только Иоаким Иоанне бесплодным, но и всему Ветхому Завету, всему человечеству и Нового Завета принесла радость. Мы в день рождения приходим, дарим подарки своим родителям, мамам и другим, дарим подарки и любовь свою, конечно, им открываем. Братья дорогие мои, и мы Пречистой Божьей Матери подарим. Подарим же, что мы подарим? Ну, букет такой, букет цветов. Ну, каких? Духовных. Да, чтобы каждый цветочек – это исполнение заповеди Божьей. Чтобы каждый цветочек – это, братья, любовь, да, это христианские добродетели, вера, надежда, любовь, смирение, кротость, терпение. Каждый, каждый цветочек. И тогда она возрадуется этому подарку. Она любит нас и покрывает нас своим честным, небесным, божественным, спасающим амафором. Она любит нас больше, чем мы свят. Она любит нас любовью Сына Своего. А Сын как любил нас? Сын Божий, Сын Пречистой Делы. Как Он любил? До креста, до голгофы, до распятия. Дорогие мои, вот и Пречистая Божья Матерь, подражая Своему Сыну, также любит нас. Дорогие мои, в этот день, она, когда она вознеслась после успения на небо, она не перестает нас любить, дорогие братья и сестры. Она любит все народы, потому что все народы, это дети Божьи. И африканцы, и американцы, и англичане, и французы, и русские тоже, и греки. Особенно те, кто любит те народы, которые особенно любят Ее Сына и Господа нашего, Триединного Бога Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие мои, она любит и покрывает нас своим честным амафором. Полюбила русская душа с купели Днепра, полюбила, братья дорогие мои, Господа нашего Иисуса Христа. И уже не может отвести русская душа любовного взора ко Своему Творцу, ко Иисусу Христу. Полюбила она и Пречистую Божию Матерь, дорогие. По всей земле стали строиться храмы в честь Господа, в честь Пречистой Божией Матери. И она нас полюбила. Это говорит, свидетельствует история. И сегодня день, братья, который день, когда решалась судьба, быть Россией или не быть. В 1380 году произошла Куликовская битва, на которой собралась Русь, разъединенная, немирная, враждовавшая между собой князя. И вот перед Россией стал вопрос, быть ей или не быть. И все князя послали своих войск под руководством Дмитрия Донского на Куликову полю. А там противостояла страшная армия татаро-монголов, этих народов, диких, философия которых была дикого зверя. Друзья мои, решался вопрос. Или мы будем азиатами и будем под татарами и монголами, или мы все-таки будем свободны. Православный люд, почитающий Пречистую Божию Матерь и всех святых. И состоялась эта битва. И Божия Матерь помогла нам, и сам Господь. И Русь вышла победительницей. И она определилась там, на Куликовом поле, Русью святой. Сюда приходили разрозненные войска, на Куликовом поле. Но здесь они крестились, вновь крестились, но только уже в воде, конечно, один раз крестится. А здесь она кровью крестилась, Русь. И уже отсюда, с Куликового поля уходили князья. Уходила Русь святая. Друзья, уже не была она такой разрозненной. И объединялась вокруг Москвы под главенством Дмитрия Донского, а потом и других-других князей. Так слагалась наша история. История слагалась под покровом Пречистой, Преблагословенной Божьей Матери. Друзья мои, но это в истории было. Не будем опускать руки и только читать историю. Нет! Мамай неоднократно потом проходил через нашу Русь. Через наши святыни, попирал их. Особенно в 17-м году, сто лет назад. Это страшный Мамай, который пришел на нашу землю и стал уничтожать. Это страшнее того Мамая. И стал уничтожать и храмы, и монастыри. Уничтожать самый лучший свет России. Уничтожая людей. Тысячами, миллионами. Друзья мои, но это не один Мамай. Еще есть Мамай, которые под главенством дьявола, они проходят через нашу Русь. И сейчас движутся с запада всякая скверна этих Мамай, этих грехов и страстей, которые находят на нашу землю и вселяются в наши сердца. Будем, братья и сестры, так как стояли наши русские войска, и Русь стояла сегодня под покровом Пречистой Божьей Матери против врагов внешних, будем мы и так же стоять под покровом Пречистой Божьей Матери против врагов духовных. Да, да и внешних хватает у нас, дорогие мои. Будем Пречистой Божьей Матери молиться. Будем ее любить. Друзья, и она возлюбит, она возлюбила давно нас. Ее задача сейчас, ее цель, ее деяние у Престола Божьего, это молиться о нас. У кого есть слух духовный, братья, и очи духовные, тот видит и слышит плач Пречистой Божьей Матери над Русской землей, и не только над Русской, над всем миром. Преклоним свои уши, дорогие мои, очистим сначала их, и преклоним, вылечим их, и преклоним их. И услышим голос Пречистой Божьей Матери. Она зовет нас к себе. Она зовет туда, где она стоит. Она, дверница райская, у дверей стоит. И зовет нас к себе. Будем, братья, достойны Пречистой Божьей Матери. Не будем ее пронзать своими грехами, пронзать ее сердце оружием этими грехами, а будем любящими, добрыми ее детьми. А она возлюбит особенно тех, кто любит ее Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Пресвятая Богородица, спаси нас. Дорогие мои, с праздником вас всех поздравляем. Спасибо.